Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Всем» телекомпания «Орленок ТВ» о самых заметных событиях последних семи дней. В студии Ирина Калищук. В начале выпуска коротко о главном. Тепло в домах будет. Сотрудники ЖКО первого микрорайона готовят сани летом. Обеспечим бойлерную микрорайону всем необходимым парам и водой. Самая большая ванная «Орленка» получает новую жизнь. Бассейн центра готовится к встрече сборных страны и орлят. Бассейн обязательно будет с морской водой. В этом году он будет с пресной водой, а в следующем году мы уже запустим водозабор морской воды. Полпреды «Орленка» отмечают юбилей. Ансамбль танца «Орлята» 25 лет на большой сцене. Удивительное чувство спокойствия, потому что рядом с нами такие классные друзья, с которыми мы дружим 25 лет. Он вышел в открытое море и победил. Капитан Виталий Елагин вернулся из турецкого трапзона. Сам переход, слава богу, по погоде был нормально, комфортно. Правда, полтора суток штили. Об этих и других событиях в программе «Всем». Горячая тема недели – ядерные испытания в Северной Корее. Напомним, официальный Пхеньян 9 октября объявил об успешном проведении подземного ядерного испытания. Действия КНДР спровоцировали резкое осуждение со стороны мирового сообщества. Совет безопасности ООН уже 14 октября одобрил специальную резолюцию. Она запрещает ввоз на территорию Северной Кореи оборудование, которое могло бы быть применено в военных целях, и содержит ряд других санкций против КНДР. Данную тему обсуждали в Москве во время визита в нашу страну госсекретаря США Канда Лизы Райс. Ядерный вопрос не оставил равнодушными и рядовых россиян, ведь испытания проводились всего в 150 километрах от России. Мнение жителей Черноморского побережья по этому поводу выясняла наша съемочная группа. Я, в принципе, за ядерное оружие, но в мирных целях. Конечно, мы все, народ против, будет этого. Ну, что я могу сделать? В моих силах ничего нет. Плохо. Плохо. Мне всех людей жалко. Чем с Северной Кореей хуже любой другой страны, которая имеет атомное оружие? Мне кажется, эта страна достаточно культурная, достаточно цивилизованная, чтобы иметь атомное оружие. Никаких взрывов и никакого желания мне не участвовать, не понимать, не видеть, не слышать о каких бы то ни было взрывах, в том числе и в Северной Корее. Люди хотят что-то друг другу доказать, а люди страдают. Люди должны себя чувствовать уверенно, что ничто нам, чтобы не угрожало. Тогда будет на земле хорошо жить. Кому это надо? Человеку, что это надо? Нет, конечно, мы против того, что войне испытали. Не надо. Столкновение интересов и мнений в первом микрорайоне на повестке дня на болевший гаражный вопрос. В четверг, 19 октября, специалисты Туапсинского районного отдела судебных приставов пытались выполнить решение Туапсинского районного и Краснодарского краевого судов от 1 декабря 2005 года. О сносе незаконно возведенного гаража гражданки Куприяновой. Их работе воспрепятствовали жители первого микрорайона. Они заблокировали дорогу и помешали проезду техники. В результате работы по сносу были отложены. Хозяйка строения предупреждена. Судебные приставы составили протокол. Представители администрации Всероссийского детского центра «Орленок», на чьей земле расположились гаражи, предупреждают. Борьба с незаконно возведенными постройками будет продолжаться. Тем владельцам, которые добровольно дадут согласие на снос их гаражей, вне судебного порядка, еще раз повторяю, вне судебного порядка, предложено получить места в пределах земельного отвода гаражно-строительного кооператива «Восход». Это выше первого микрорайона. Безусловно, это дальше, нежели находятся эти гаражи, но вполне рядом, вполне в пределах доступности и так далее. Центр будет содействовать в предоставлении этого участка, в обустройстве. Конечно, мы не сможем построить заново гаражи, об этом речи не идет и никогда не шло. Но оказать помощь мы, конечно, можем. Мы сегодня уже проработали вопросы, связанные с земельным отводом и так далее. Более 80 человек выразили предварительно свое согласие на то, чтобы перейти. Перейти, частично разобрать свои гаражи, какое-то, все, что можно перенести на новое место, перейти на новый земельный участок. В чем самое главное, самое главное вот в этом действии, в том, что там земельный участок выделен законно, и что каждый владелец, построивший себе гараж, будет иметь на него все правоославляющие документы. Мы не будем больше обсуждать, когда, в каком году, кто разрешал, что строить. Потому что там все будет оформлено и сегодня уже оформлено в соответствии с действующими законодательствами. Международный форум бухгалтеров и аудиторов отметил работу руководителей Всероссийского детского центра «Орленок». Орденом за личные заслуги по эффективному финансовому управлению был награжден генеральный директор «Орленка» Александр Джеус и заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности Наталья Максимова. Главный бухгалтер центра Нина Малышицкая отмечена орденом «Бухгалтерская слава России». Готовься они летом. Сотрудники ЖКО 1-го микрорайона поселка Новомихайловский работают именно по такому принципу. Поэтому уже сейчас активно готовят жилищный фонд к наступлению холодов. По мнению специалистов, 1-й микрорайон готов к наступлению зимы на 90%. Задвижки заизолированы, вентиля заревизированы. К зиме «Орленок» готовится основательно. За плечами коммунальщиков уже колоссальная работа. Заменена большая часть коммуникаций. Отремонтированы котельные на теплоузлах, необходимые для зимы запас топлива. Руководство центра гарантирует, в этом году горячая вода будет поступать в батареи горячей. Мы полностью обеспечим бойлерную микрорайону всем необходимым паром и водой. Более того, мы на бойлерной устанавливаем приборы учета, с тем, чтобы мы могли жителям микрорайона передавать тепловую энергию, и они видели, сколько они получают тепловой энергии в каждый дом. В настоящее время ведется утепление подъездов, установка дверей и ремонт чердачных отсеков. Но, говорят в ЖКХ, работа будет напрасной, если сами жильцы не пойдут навстречу коммунальщикам. В данный летний период все двери у нас были открыты, как-то это нормально. Пожалуйста, чтобы сейчас как-то жители следили, чтобы двери прикрывались, не были ни кирпичи не подложены под дверь, ни для кошек, ни для собак. Где-то проклеить окна свои точно так же, если где-то выбитое окно, стекло, сообщить нам. По словам руководства центра, впереди еще немало работы. И все же есть уверенность, что начало отопительного сезона орлятов встретят во всеоружии. Пока же за окном тепло, мазут будут экономить. Трубы станут горячими, когда температура воздуха на улице в среднем составит 8 градусов и ниже. Артем Демин, Геннадий Сальников, Сергей Колтынов, телекомпания Орленок ТВ. Завершение большой реконструкции. Бассейн Всероссийского детского центра Орленок получает новое рождение. В ближайшее время он будет наполнен морской водой и сможет принимать лучших пловцов страны. В их числе сборная России по синхронному плаванию, плаванию и водному полу. Что ни говори, но те, кто в 60-х годах проектировал строер Орленок, отлично понимали, что три месяца в году, отведенные климатическими условиями наше побережье, приезжающим в Орленок детям для купания в море, конечно же, недостаточно. Для оздоровления детей купание просто необходимо. А для тех, кто приезжает к нам с северных районов, купание – это вообще экзотика и одно из самых ярких впечатлений детства. Поэтому бассейн, как и весь комплекс Дворца культуры и спорта, строили как и географически, так и архитектурно центральным и главным зданием Орленка. Не предусмотрели строители только одного – резких перепадов внешних температур и внутреннего кондиционирования помещений. Много десятков лет ДКС внешне напоминал развалины. У стен здания запрещено было ходить из-за отваливающейся камней декора. С этим сумели справиться и сегодня на ДКС приятно смотреть. Другое дело внутри. Ремонт из-за финансовых трудностей делается постепенно. Отремонтирована малая ванна, так называемый лягушатник, сделанный по европейским стандартам душевые раздевалки. Она практически завершена, конечно, то, что здесь было раньше. Полный страх и ужас. Но вернемся к бассейну. И вернемся на 4 месяца назад, когда к его ремонту только приступали. Основная проблема этого здания в том, что отсутствует напрочь, отсутствовала напрочь вентиляция. Пошли на то, чтобы сделать самую лучшую вентиляцию и самое главное – короба. Потому что бассейн с морской водой, влажная соленая вода должна удаляться. Все короба из нержавейки сделаны. То есть она будет служить очень долго и очень эффективно. И здесь будут созданы самые комфортные условия для купания, для тренировки сборных команд. Очень хорошо сделана крыша сверху. Это мы сделали в прошлом году. К сожалению, отсутствие должного финансирования не позволяет нам сделать все сразу. Поэтому идем поэтапно. Слишком долго, это порядка 14-15 лет, накапливались проблемы, чтобы их в одночасье решили. Бассейн обязательно будет с морской водой. В этом году он будет с пресной водой. А в следующем году мы уже запустим водозабор морской воды. Потому что его надо тоже полностью менять. Но решили, что сначала нужно заменить все внутри и в последнюю очередь делать водозабор. Сделаем малую ванную, все системы жизнеобеспечения, вентиляция, кондиционирование, электрика. И после этого займемся большой ванной. Хорошо, что мы видим его таким. А через некоторое время мы увидим его совершенно другим. А эти кадры мы сняли три дня назад. Ремонт идет полным ходом, что позволяет говорить о том, что скоро в бассейне можно будет не только купаться, но и снимать на видеокамеру. Чего не могли себе позволить операторы нашей телекомпании раньше. От влажности запотевали линзы в виде аппаратуры. За ту работу, которую вы делаете, вы отвечаете? Да, конечно, отвечаю. Потому что по-другому никак нельзя. Особенно в данное время, когда такие вот объекты выиграются по тендеру. Так что, конечно, отвечаю. Будет сделан современный зал. В зале нужно переделывать сцену. Нужно переделывать формат зрительного зала под современные акустические системы. Потому что для кинофестиваля, для серьезных международных конкурсов, таких как «Молодой балет мира», конечно же, нужна другая сцена. Абсолютно нужна другая сцена. Когда корабль спускает в воду со стапелей, а его борт разбивает бутылку шампанского. Интересно, будут ли соблюдены какие-нибудь ритуалы, когда про ДКС можно будет сказать «Все, сделано». Качество вещаний телекомпании Краснодарского края может значительно улучшиться. Этому способствует ежегодная выставка-форум «Инфоком». В этом году она проходила в шестой раз. В ее работе приняли участие специалисты нашей телекомпании. «Инфоком» – единственная в России выставка, которая проходит одновременно в шести федеральных округах. Она занимает достойное место среди национальных проектов, которые развивают в России информационное пространство, обеспечивают рост отечественной экономики и повышение жизненного уровня населения. Экспозиция выставки ориентирована на широкий круг заинтересованных лиц, включая профессионалов и рядовых пользователей. В рамках выставки компания ProSystem организовала семинар актуальной технологии телевидения. На нем представлены системы автоматизации телевизионного производства, новинки операторского оборудования, мобильные системы освещения для новостных групп, репортажи и интервью. В работе семинара участвовали специалисты телерадиокомпании «Орленок». Интерес к новой технике и количество участников было так велико, что с трудом удавалось записать интервью. Мы надеемся, что для зрителей это будет более качественная картинка, более высокое разрешение изображения и более правильно организованный цифровой телевизионный тракт. И, значит, те события, о которых мы рассказываем, будете получать в полном объеме, более качественные. Наибольший интерес вызвали новые телевизионные камеры и системы стабилизации изображения. Все представленное оборудование можно было изучать досконально, брать в руки, примерять к себе. Организаторы с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы. Техника и технологии телевизионного развиваются стремительно. Они приходят в каждый дом к каждому телезрителю. А, значит, в ближайшем будущем каждый из нас на экранах телевизора увидит более высококачественную картинку и звук, приближенный к идеальному. Николай Житков, Олег Гилев, Роман Петров, телекомпания «Орленок ТВ». Регата «Орленок Трабзон» благополучно завершилась в «Орленке». Капитан Елагин сошел на родную землю. Напомню, три недели назад яхта под названием «Орленок» приняла участие в состязаниях. На ее палубе был только один человек. Сотрудник дирекции морских, туристических и спортивно-оздоровительных программ центра Виталий Елагин. Такой была концовка репортажа о старте регаты «Орленок Трабзон Орленок», который состоялся чуть более двух недель назад. Все это время мы очень волновались за нашего яхтсмена Виталия Елагина, который стартовал на яхте-одиночке. Сегодня яхта «Орленок» вернулась домой. Совершенно не выспавшийся капитан согласился ответить на несколько наших вопросов. Дошли до Турции, расскажите хоть как вбрат. Ну, сам переход, слава богу, по побуде был нормально, комфортный. Правда, полтора суток штили, достало-то. Но в целом хорошо приняли, не очень. Забрали паспорт, хотели, чтобы я заплатил много денег, в принципе, разобрались. Так нормально, есть хорошие турки интересные, вверх клубы саму в Самсунге. Приятные люди пообщались, постояли и пошли дальше. Сколько дней заняло переход до Самсунга? Первый переход в Сочи-Самсунг четыре суток. Чуть больше. А обратно? Обратно Самсунг-Трабзон двое суток уложился. И Трабзон в Сочи двое суток, даже полтора суток. Ну, вообще, вот если один на яхте, ведь это, нет времени спать, нет времени, по сути, готовить. Как вообще пришлось обходиться? Самое тяжелое было это все, на самом деле. И я это сейчас понимаю, с этим надо работать. И одиночки над этим работают серьезно, привлекают докторов, разрабатывают индивидуальные графики. Самое обидное в этом деле, что когда есть возможность, когда яхта идет сама, с привязанным рулем, что-то погода нормальная, есть возможность поспать и спиться. И когда самое для меня тяжелое это предрассветное время, всегда была рулежка, всегда тяжело, особенно на вторые сутки, когда ты не спишь, там уже такие, как серьезно так приколбашишься, там уже все, ну ничего, нормально. И дома порою ночною, лишь только откроешь окно, Опять на ветру надо мною, тугое поет полотно. Опять на ветру надо мною, тугое поет полотно. Более миллиона детей и школьников из 15 стран мира приняли участие в неделе защиты животных. В этом году она посвящена защите тюленей. Им угрожают загрязнение среды обитания, изгнание с привычных мест проживания и угроза стать жертвой браконьера. К детям всего мира присоединились орлята, воспитанники и учащиеся про гимназии орленка. В Государственную Думу Российской Федерации дети обратились по-взрослому. Что означает слово «проблема» дети знают, а вот как выглядит одна из них они видят впервые. Документальный фильм о жизни тюленей приводит детей то в восторг, то в отчаяние. Факт убийства невинных детенышей ради денег вызывает бурю негодования. После недолгих рассуждений ребята предлагают отправиться спасать тюлени с отряда милиции, причем обязательно на вертолетах. Взрослые, в свою очередь, выдвигают более рациональное – нарисовать плакаты в защиту животных и подписать петицию. Вот на этом листочке будет написано ваша фамилия и ваше имя, и через запятую даже ваш домашний адрес. Не откладывая в долгий ящик, дети приступают к делу. На уроке рисования юные защитники фауны высказывают свое слово против действий взрослых. Рисуют тюлени, тигров, дельфинов и даже бабочек с призывом не убивать. Нельзя их убивать, потому что маленькие. И за чего их нужно убивать? За шкурой, чтобы они продавали. Им деньги только нужны. Многие ребята сожалеют, что поговорить с браконьерами с глазу на глаз невозможно. Рисунками до их совести не достучаться, уверены они. Поэтому нужны серьезные меры. Если бы вы были такими, как эти животные, и они бы вас убивали, так то вы бы поняли, что это нельзя делать. В подтверждение слов ребята уверенно расписываются во взрослом документе со странным названием «петиция». Многие из них впервые в жизни ставят свою роспись. Поэтому и времени это занятие отнимает гораздо больше, чем у взрослых. Может детские голоса пробудят в людях. Какое-то чувство, что надо не загрязнять, не убивать. Все-таки мы скоро действительно может останемся одни на планете. Мне кажется, это не зря. Елена Скрипник, Сергей Колтунов, телекомпания Орленок ТВ 25 лет на большой сцене. 20 октября образцовый коллектив танца «Орлята» отметил свой юбилей. День рождения «Орлята» праздновали в кругу самых преданных друзей. Многие из них приехали из Москвы, Тулы, Кирова, Архангельска и Екатеринбурга. Гости к юбилярам стали собираться задолго до назначенного времени. В зале были замечены не столько выпускники ансамбля, сколько родители их замещавшие. По их словам, пропустить такое событие они никак не могли. Потому что дочь наша была выпускницей коллектива «Орлята» и сегодня у нее первый выход на сцену Лен Кома, артистка Лен Кома. Как я могла пропустить такое событие? Я отработала в коллективе почти 10 лет. Сегодня я пришла, когда было 15 лет коллективу. Сегодня уже 25 лет. Здравствуйте! Сегодня уже 25. У меня же один мальчик и еще один дома. Вот я там осталась с бабушкой, а сегодня мы пришли. Мы дома репетировали. Будем хлопать и всех поздравлять. Первыми на сцене появились самые юные «Орлята». Пусть не с танцем, а всего лишь с торжественным выходом, но этого было достаточно. Премьерный показ малышей зал встретил бурными аплодисментами. Генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус поздравил юбиляров с праздником и подарил коллективу поездку в развлекательный центр «Семь звезд». Я искренне люблю весь коллектив «Орлята», педагогов коллектива, образцового коллектива «Орлята». И пока я работаю в «Орленке», я буду делать все возможное, чтобы наш коллектив жил и процветал, и прославлял наш «Орленок». Многочисленные поздравления и пожелания звучали в этот день от самых разных людей. Судьбы многих из них так или иначе связаны с танцевальным коллективом «Орлята». Поэтому они и называют себя большой орлятской семьей. Может быть, это очень личное, но я об этом скажу. Мне так приятно, что у меня есть настоящие профессионалы Анна Александровна и Николай Николаевич. Я знаю, что делая любой праздник, я к ним обращусь, и он у нас будет самым лучшим праздником не только в «Орленке», не только в Торсенском районе, но и в Краснодарском крае. Благодарю вас, спасибо. Пока на сцене концертные номера сменяли друг друга, за кулисами нам удалось пообщаться с руководителем коллектива Анной Зинцовой. На вопрос о том, какой успех ансамбля она считает самым главным, был получен ответ. Это то, что мы дружим с лучшими коллективами страны, у которых постоянно чему-то учимся. Но сейчас наступил момент, когда на нашем юбилее они будут танцевать танцы, которые мы им подарили. Значит, и мы что-то значим. Здорово. Впереди у коллектива новый 26-й танцевальный сезон. В том, что он будет таким же ярким и насыщенным, никто из них не сомневается. Снижать высоту полета орлята не намерены. Елена Скрытник, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Напевы русского поля. Выставка с таким названием побывала в Германии и Бельгии. Теперь разместилась в зимнем саду детского лагеря «Стремительный» Всероссийского детского центра «Орленок». Материал для изготовления экспонатов – обычная солома. Авторы работ – две сестры. Надежда Польская и педагог Орленка Любовь Андреева. Пара трогательных лебедей и плетучаяся роза. Греющая душу русская церквушка и лукошка с початками кукурузы. Совсем как настоящая. Трудно поверить, что все эти творения родились из обычной соломы. Мы старались делать все сообразно природе. То есть, как прожилки на листочках расположены, так мы старались расположить соломку. Как перышки у птицы, мех у животных. Мы старались это отобразить настолько, насколько это можно. Поэтому детали тончайшие делаются очень тоненькими маникюрными ножницами на задержке дыхания. То есть, когда мастер приклеивает деталь какую-то на работу, задерживаем дыхание, иначе все просто разлетается. То есть, это вот такая работа, в которую действительно душу вкладываешь, и без этого невозможно. За каждой работой месяцы кропотливого труда. Склеить более тысячи деталей в единую композицию. Это требует от мастера не только неистовой усидчивости. Залог достойной работы – безукоризненное знание дела и безупречный вкус, говорит автор выставки Любовь Андреева. Можно ли научиться инкрустации? Можно, отвечает Любовь. Только процесс этот отнюдь не кратковременный. Сестра привела мне один пример. Рассказала, что у нее хотели перенять мастерство взрослые педагоги, которые тоже прикладники, занимаются вот этим творчеством. И они к ней приехали и обратились с такой просьбой. Ну, она тогда задала им вопрос, очень простой. А сколько вы рассчитываете времени на это потратить? И они сказали, что у них есть несколько часов до поезда. И вот они хотели бы послушать, поучиться, что-то посмотреть. Ну, вот за несколько часов можно научить только хорошо гладить соломку. Делать работу такого уровня, чтобы научиться, нужны годы. Пять-шесть лет занятий научат превращать соломку ржи, овса, пшеницы в произведение искусства, говорит Любовь. Немаловажное значение имеет постоянная практика. Четыре-пять часов в день. Времени занимает много, но стоит увидеть результат. Вот мой ребенок, когда он маленький, он понимал, что красота слова относится к соломке. Потому что, когда люди видели работу, они говорили, какая красота. И он маленький тоже ходил, смотрел и говорил, какая красота. То есть удовлетворение получаешь от этого. Золотистый цвет и блеск соломы заворожил авторов выставки еще в детстве. Первые простейшие узоры из кусочков соломы украсили стены Дома пионеров. Потом были выставки на ВДНХ и победы в областных конкурсах. Их работы побывали даже за рубежом. По сей день мастера не утратили интерес к творчеству из лаковых. И выставка на певы русского поля тому яркое доказательство. Артем Девин, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. На этом наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами и напоминаем. В среду, 25 октября, каждый из вас может задать свой вопрос президенту. Пятое общение с россиянами Владимир Путин начнет ровно в полдень. В прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия», а также на радиостанциях «Маяк» «Радио России». Вопросы главе государства по телефону и через интернет круглосуточно принимаются единым центром обработки сообщений. Номер телефона из любой точки России – 8 800 240 40. Звонок с городского и мобильного бесплатный. Итак, 25 октября мы задаем вопросы президенту. Поговорим об этом ровно через неделю в программе «Всем». Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние. Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуар словно зеркало. И я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому. Где, как судулые моржи, машины фыркают моторами и вьются рельсы монотонные. Как серебристые ужи, где оборванцы фонари Бредут шеренгою заляпанной. И осень огнемый парик Срывает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои осенние, За то, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди.